Умные кружки, умные часы, умные холодильники, умные браслеты, слишком много умных вещей приходит в нашу жизнь. Как бы на фоне этого у нас не развились различные комплексы. Но, к счастью, пока все устройства, обозначенные фразой «умные», приносят лишь пользу. Особенно эта тема активно продвигается среди людей, которые следят за своим образом жизни. Контроль массы тела – это немаловажный пункт для тех, кто следит за своим образом жизни, за своим здоровьем. Поэтому сегодня мы сравниваем умные весы. И у меня на столе разные бренды. Это смарт-весы компании Xiaomi, смарт-весы компании Nomi и также фирмы Yunmai. Некоторые из них в двух интерпретациях. И все по порядку. Меня зовут Иван Лучков. Это канал Алло. Включайтесь, поехали! Начнем с компании Yunmai. И сразу скажу, вот что меня повеселило. Когда я зашел на официальный сайт этой фирмы, дизайн их сайта, мне напомнил сайт одной очень популярной компании, название которой я здесь не буду произносить слух. У нас на обзоре сегодня Yunmai Mini, смарт-весы и также Yunmai Premium. Различия между моделями – это внешний вид и габарит. И версия Mini больше подойдет для маленьких девушек, в то время как Premium – это вариант для крупных и больших людей. Хотя, если вас не смущает размер, то пользоваться можно любыми весами, ибо обе модели выдерживают нагрузку до 180 кг. Младшая версия весит порядка килограмма, в то время как старшая – больше двух. Лицевая панель покрыта закаленным стеклом. Обе модели оснащены специальными датчиками, которые позволяют определить процент жира, воды, массу костей, физический возраст, протеин и уровень базального метаболизма. В Premium версии этих датчиков не видно, и статически это смотрится намного приятнее. Yunmai Mini оснащены дисплеем 3,3 дюйма, в то время как Premium версия имеет круглый 4-дюймовый экран. Yunmai Mini доступны в четырех цветах – это голубой, розовый, белый и зеленый, в то время как Yunmai Premium бывают либо черные, либо белые. Но то они и Premium. Экран у Yunmai Premium довольно интересный тем, что на него выводится различная информация, то есть в какой-то мере это автономные весы, и вам не всегда нужно брать смартфон в руки, чтобы понять, сколько вы весите и просмотреть какие-то другие параметры. В обоих весах установлен Bluetooth-модуль четвертого поколения. Работает это дело при помощи специального приложения, которое доступно как для пользователей iOS, так и пользователям Android. Приложение рассчитывает индекс массы тела и ведет учет ваших показателей, сохраняя их в облако. Если вы худеете, то в приложении можно установить цель, которую вы хотите достичь. К сожалению, приложение также является главным минусом устройства. Здесь отсутствует русская локализация. И для многих, включая меня, этот фактор является отталкивающим. Что можно сказать по поводу этих весов? Функционально они очень навороченные, причем навороченные одинаково как мини-версия, так и премиум-версия. Приложение неплохое, но не русифицированное. Это небольшой минус. И, конечно же, цена. Мини-версия стоит еще более-менее нормально, а вот цена за премиум-версию может кусаться. Но на то она и премиум-версия. Дальше мы говорим про любимый всеми нами бренд Xiaomi. Ведь никакой обзор устройств из Поднебесной не будет полноценным без их гаджетов. Поэтому сегодня у нас здесь Xiaomi Mi Scale. Сейчас мы их распакуем и поговорим о них. Внешнее устройство сделано прекрасно, нареканий вообще не вызывает. По центру красуется логотип Xiaomi. И в целом внешние весы мне очень нравятся. Корпус весов изготовлен из пластика. Передняя часть покрыта закаленным стеклом. Максимальная масса не слишком большая, а всего 150 килограммов. Ну, в принципе, 150 килограммов для обычного человека — это за глаза. Сзади располагается отсек для четырех батареек типа 3А. Там же есть переключатель отображения массы в разных системах. Это фунты, килограммы и китайская система мер. Изначально, пока вы их не включите, может показаться, что на них вообще нет никакого дисплея. Однако это не так. Дисплей здесь есть, он работает просто обалденно. А в темноте вообще все видно идеально. Вот здесь высвечивается сквозь стекло надписи, показываются данные. И у этих весов очень футуристический внешний вид. Весы синхронизируются с приложением Mi Fit. Оно кроссплатформенно и работает со всеми спортивными гаджетами компании. Однако у меня не поворачивается язык называть эти весы умными. Почему? Потому что Xiaomi SmartScale умеет просто показывать вес и рассчитывать индекс массы тела. И все. Никаких датчиков вы здесь не найдете. И функционально они-то не особо отличаются от обычных весов с одной поправкой. Они умеют передавать информацию на смартфон, сохранять ее там и ввести статистику. Эти весы отлично подойдут людям, которые просто обожают бренд Xiaomi и пытаются окружить себя экосистемой их устройств. Умным браслетом, весами, смартфонами, умными колонками и другими устройствами, которых у себя просто невероятное количество. И как подобает технологическому гурману, все самое вкусное я оставил напоследок, то есть на десерт. Сейчас мы говорим про золотую середину среди всех умных весов. Это Nomi SmartScale S1. В этих весах корпус сделан из пластика, сверху каленое стекло. Дизайн довольно самобытный и не пытается казаться чем-то другим. Две специальные линии являются датчиками и именно на них и нужно будет ставить ноги. Умные весы Nomi SmartScale S1 позволяют определять пять физических параметров. Мышечную массу, жировую ткань, костную ткань, индекс массы тела и содержание воды в организме. Максимальный вес, который могут выдержать эти весы – 180 кг. Умные весы Nomi SmartScale S1 умеют все то же, что умеет самая дорогая модель от компании Yunmai с одним исключением. Их приложение русифицировано и оно абсолютно понятно. Там тоже можно выставлять цели, добавлять нескольких пользователей, а умеют они все то же. Nomi бывает в двух цветах – черный и белый. На любой вкус и цвет, как говорится. И вот что самое важное – это их стоимость. Большие весы от компании Nomi стоят дешевле, чем маленькие весы от компании Yunmai. А умеют все то же самое. На этой радостной ноте я призываю всех следить за своим здоровьем, измерять свой вес и понимать, что у вас там лишнего, а чего не хватает. Напишите в комментариях, какие бы весы купили вы. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»